Внезапная гибель яблони, почему она может произойти? К примеру, давайте рассмотрим какую-нибудь одну причину. Ну вот одна из причин, что не учитывается, как далеко уходят корни дерева. Когда мы садим молодой саженец, мы всего ему даем примерно диаметр ямы метр, 80 сантиметров в метр. Со временем дерево разрастается, крона уже будет занимать, вся крона предположим 5 метров. Ну диаметр значит 2,5-3 метра. А корни всасывающие, они идут далеко, они в три раза дальше получается, чем радиус кроны. Вот радиус будем брать, в три раза дальше уходит. То есть они каждый год осваивают какую-то новую часть. И получается, что фактически в саду вся земля пронизана корнями плодовых деревьев. Если мы начинаем вести какие-то землеустроительные работы, делаем там дорожку, начинаем проделывать, или канавку какую-то прокапываем, или затеваем строительство для фундамента что-то роем. И близко дерево находится, близко к этому месту, где мы устраиваем рытье, то оказывается, что мы у дерева как раз губим самые активные корни. Потому что то, что находится возле ствола с возрастом, это только проводящие корни. Фактически они как ветки становятся покрытые корой, и по ним только идет то, что активные корни поглощает. А активные находятся на самом конце, как бы, поглощающие воду и питательные вещества. И если мы очень близко к дереву подойдем и начнем тут рыть всякое, значит, мы губим большую часть корней и начинает, потом удивляемся, что какая-то часть короны начала усыхать. Если еще достаточно сохранилось других корней, а то может погибнуть и само дерево. Другой вопрос, если мы довольно близко посадили дерево, уже к подстроенному там дому, сараю или к чему угодно, и корни будут развиваться туда, куда им свобода есть. То есть они к фундаменту подойдут и дальше не пойдут. Или будут разрушать фундамент, а пойдут дальше. Значит, вот это вот при планировке сада надо, конечно, учитывать. И вообще, размещая плодовые деревья, ну и те же плодовые кустарники, надо иметь в виду, сколько они места займут через 5-6 лет хотя бы. Для кустарников иногда дают очень густую посадку, вот через полметра в ряду. Ну, тогда междурядие все равно оставляют там 2 метра или 3, если обработка механическая идет. Но тогда они дают каждому кустарнику, применяют обрезку и оставляют 3-5 веток всего в кусте. Для чего это загущение делается? Что тогда с площади получается сбор ягод, урожая больше, чем отдельно сидящие кусты. Вот. А если без этого ухода, у нас все равно деревья, у них начнется как бы борьба, кто первый захватил влагу и питание, а какие-то начнут погибать. И также и плодовые деревья. Но учитывая там на юге, в южной зоне, там деревья большие вырастают, если они на сильнорослых подвоях, там и междурядия большие дают. А здесь у нас на Урале мы 4-5-6 метров. Вот.